скажите как узнать что нашла свою истинную любовь стоит ли выходить на все свидания на которые зовут конечно вы говорили на ступени 2 несомненно нет такого абсолютная любовь абсолютная любовь нет это опыт двух людей совершенно чужих которые начинают друг с жить этот опыт если предложили соглашайтесь пожили не получилось расходитесь нет нету в этом страдания бог создал человека чтобы люди радовались от того что человек не идет на свидание не хочет ни с кем встречаться от этого опыта он не наберется если жизнь это опыт то каким образом его получать почему женщина не может выйти замуж потому что опыта мало тогда что нужно сделать но добиваться опыта чтобы опытная была а там настоящую любовь так не бывает ни у кого не бывает настоящей любви это все ерунда и по моему мнению придуманные какие-то доктрины такие знаете очень много есть таких людей которые живут как живут вот близкие мои говорят вот ты живешь со своей женой вас настоящая любовь я на это им всегда говорю а ты живешь со своим мужем и это настоящая любовь нет мы иногда ругаемся на кто сказал что в настоящей любви не ругаются кто сказал настоящая любовь она может быть в другом просто когда человек говорит моя любовь какая она будет настоящая а что вы подразумеваете под словами какая она настоящая любая любовь и любое событие между мужчина и женщина это все по-настоящему раз вы живете раз вы в этом проживаете раз есть слово люблю значит это настоящая любовь а там но он же как сделать чтобы не бросил восхищаетесь мужчина не бросит никогда каждый день восхищать горел какой-то молодец как какой-то умница так хорошо такой умница так все получается такой молодец все это великолепно работать проявляйте милость к этому человеку будете получать его благость милость это значит миловать прощать милость это значит не раздражаться целовать милость это поддерживать милость это обращать внимание милость это миловать противоположность милости это судьей быть знаете как получается обычно женщина судья это женщина которая постоянно драконит то есть там моё последнее слово да пошел ты сколько можно вот это ты нажрался или там вот это ты жирный ты толстый не не лежи, не сиди, а ты такой, а ты такой. Ну и все, один судья, другой подчиненный. Рано или поздно подчиненный убежит от судей. Все, рано или поздно это закончится. Плюс еще вранье. Когда мужчина с женщиной начинает встречаться, старайтесь не врать. Ни кто были родители, ни кем там вы были, ни какие-то истории, ничего. Не надо вам это. Почему? Жизнь, основанная на неправдивых отношениях, рано или поздно разрушается. Нельзя жениться ради квартиры. Нельзя жениться ради того, чтобы отец был у сына. Нельзя ради чего-то жениться. Это очень плохо. Вот это ради чего-то самое плохое. Ради чего нельзя. Не ради чего нельзя. Просто так. Нравится мужчина, прикоснулся, понравилось, как прикоснулся, обнимает, там хорошо пахнет, нравится, как он. Не надо ради чего-то. Просто так женятся. Просто так. От одиночества. Чтобы рядом кто-то был. А жить ради, это же проституция. Знаете, это на что похоже? Я тебе, как мне одна женщина написала, что мне делать? Я с ним переспала, потому что он пообещал мне подарить сережки золотые. Но сережки золотые не подарил и сказала, сама виновата, ты у меня не просила. Я сейчас обижаюсь, потому что это обман в извращенной форме. А то, что это проституция в извращенной форме, не похоже на это? Спасибо.